МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На вопрос о том, какие книги вы бы взяли с собой на необитаемый остров, драматург Бернард Шоу ответил, что взял бы книги с чистыми листами. Его идею воплотило в жизнь в 1974 году американское издательство «Хармони Букс», которое выпустило книгу под названием «Книга ничто». Она состоит из 192 чистых листов. Вот и мы с чистого листа начинаем новый выпуск шоу о русском языке на Абум. На дворе лето, сезон отпусков, и поэтому сегодня мы решили поговорить о путешествиях и заодно проверить словарный запас заядлых чебоксарских туристов. Они сегодня у нас в студии. Я рад вас приветствовать, дорогие участники нашей игры. И давайте с вами знакомиться. Меня зовут Оксана Ачкасова. Я заядлый путешественник. На самом деле, началось все еще в далеком детстве. Начиная с трех лет, меня родители начали возить вместе с собой в путешествие к бабушке, которая жила. Не здесь, поэтому были достаточно долгие путешествия. Но и за последние годы, так посчитала я немножко статистику, 135 городов, 25 стран объездила я. Вот. Это было очень круто. И как бы хочется продолжать, хочется охватить весь мир. Всех приветствую. Я Чуварский велопутешественник Никита Васильев. Совсем недавно я вернулся из своего 14-месячного путешествия по Кавказу. Сейчас я набираю сил у себя на родине. Вот приехал и готовлюсь к большому среднеазиатскому велопутешествию. Более года я рассчитываю пробыть в дороге. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Ильина. Я работаю в туристическом агентстве. И, соответственно, я профессиональный путешественник. Объездила огромное количество стран. Боюсь, даже просто перечислять неудобно. Но в основном, в большей части, да, это морские курорты. Ими очень мечтаю съездить подальше. Подальше это вот Мексика, Ямайка, Бразилия. Вот, скажем так. Я Наталья Чингснева. Я, как и Светлана, профессиональный работник турбизнеса. Я директор турагентства. И поэтому я очень рада, что мое хобби путешествия переросло в мою работу. Моя мечта – побывать в Бразилии. Вообще, я люблю Азию. И я рада, что сегодня здесь все. Мы собрались, и нас объединяет одно наше общее хобби – любовь к путешествиям. Я тоже бы рад побывать в Бразилии. Но пока что я дальше, чем в России нигде не был. Я путешествую автостопом. Это передвижение на попутном транспорте. Также я занимаюсь музыкой. Вот, я и живу. Самое главное, не забыл сказать, как зовут-то? Михаил Жбанов. Всем привет. Меня зовут Анна. Я директор дизайн-бюро. Давно путешествую, люблю путешествовать. Бывал в разных странах. Но самое интересное для меня и значимое сейчас – это тематический туризм, танцевальный туризм. С группой единомышленников мы посещаем разные страны и учимся там танцевать. И моя мечта – посетить Аргентину и научиться танцевать в Аргентинской. Итак, дорогие участники, я предлагаю вам прямо сейчас совершить путешествие в мир нашей увлекательной игры на Абу. Мы готовы познакомиться с необычным предметом. Это наша бомба-бомба. Знакомься, это заядлые путешественники чебоксарские. Мы ее заводим, передаем первому участнику. Я загадываю слог, на который вам нужно будет вспоминать и озвучивать слова. Думайте быстро, действуйте еще быстрее, передавайте бомбу, потому что в определенный момент, какой это секрет, она может остановиться. И тот участник в чьих руках бомба взрывается, к сожалению, покидает наше шоу. Итак, первый тур у нас слог в начале слова. Новый этот слог. Но! Носок. Начали! Нота. Нота. Ноутбук. Нос. Нос. Новость. Новшество. Нора. Хороший темп в начале. Все, мозг отказал. Нокдаун. Нокаут. Хорошо. Сколько города идут. Города, Ниця. Ну вот есть день, а есть... Новинка. Хорошо. Ну вот есть день, а есть... Ночь. Спасибо. Нокерок. 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 Ноль. Так, Никита. Но в начале. Ну вот чем режут обычно что-то? Нож. Есть нож, а вот производная, ну, ну, последние секунды. Да, новинка была. Да, 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 и... Ну вот. Я думаю, я слишком много думала все-таки о Бразилии. О своей мечте. И эффект неожиданности, что нужно что-то сказать другое, просто выбило из колеи. На самом деле игра очень веселая, мне очень понравилась. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Салтыкова. Я бизнес-тренер по деловому общению и эксперт программы НААБУ. Продолжаем пополнять свой лексикон. Современные технологии способствуют и появлению новых слов. Вот одно из них – текстроверт. Нам более знакомы экстраверт и интроверт. Текстровертами называют людей, которым легче общаться и рассказывать о своих чувствах в СМСках, электронных письмах, социальных сетях, нежели в живую. Появление текстровертов – последствия всеобщего увлечения виртуальным общением. Перед вторым туром, дорогие участники, я предлагаю немного пообщаться на тему путешествий. Хотелось бы начать с писателя Всеволода Горшина, который более ста лет назад написал такую книгу, как «Лягушка-путешественница». Так зачастую называют путешественников. Вас так называл кто-нибудь? Всегда. Всегда? Всегда. Всегда. Родители, знакомые, друзья. Всегда «Лягушка-путешественница». Никита, ты как человек, который уезжает на велосипеде далеко? «Лягушь». «Лягушка-путешественница». Да, ну это скорее для летающих путешественников, наверное, «Лягушка-путешественница». Ну, меня редко так называют, честно. Ну, судя по тому, что ты крутишь педали, то ты тогда получаешь «Кузнечик-путешественник». Ну, больше, да. Миша, как с автостопом? Где был последний раз на попутках? Куда доехал? В последний раз я ездил в Удмуртию. Вот, в Удмуртию небольшой город, Сарапал. Вот, отличный городок с красивой архитектурой. Хоть и потихоньку улетает. Вот. Скажи честно, ты стал автостопщиком просто потому, что жалко тратить деньги на билеты? Ну, в принципе, деньги всегда есть, но у тебя есть выбор. Либо потратить деньги их на что-то интересное в определенном месте, либо, в общем, на дорогу. Но сейчас давайте поговорим о том, как относятся к наш, поскольку у нас программа о русском языке, как относятся к нашим туристам, к нашему языку, может быть. В Италии русских любят. Ну, это и моя любимая страна, собственно говоря, когда я ездила неоднократно. Там, правда, очень любят русских. Они с удовольствием, они учат русские слова. Ну, как бы в Турции, опять же, половину народу, да? То есть, такая большая русская здравница Турция, в которой уже большинство разговаривает на русском. Знаешь, мне кажется, это миф какой-то. Ну, то есть, вот когда нам всегда все время говорят, что русских недолюбливают. Нет, все не так. Главное, вести себя прилично, и к тебе будут относиться точно так же. С удовольствием узнают слова. То есть, как-то пытаются переводить везде меню на русском языке. А какие слова интересны иностранцам? Русские слова, какие в первую очередь интересны? Стандартный набор слов, да? Здравствуй, до свидания, я тебя люблю. Очень любят. И в Италии, например, вот это первое, что они спрашивают, как, говорит, будет по-русски, я тебя люблю. Ну, вот с удовольствием научим. Любят нецензурщини, конечно, учить наши русские туристы, честно скажу. Особенно в Турции, да, мне кажется? Вот. Но я считаю, что это не очень правильно. Все-таки надо учить грамотному русскому языку. К Толстову приучать, например, да? Вот «Войну и мира» слабо прочитать на русском языке иностранцев? Даже мне слабо прочитать, не говоря про иностранцев. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, действительно, увлекательная беседа. Я надеюсь, мы ее продолжим. Но, к сожалению, без одного из вас. Потому что сейчас стартует второй тур нашего шоу. И сейчас наш слог перемещается в середину слова. Я снова беру в свои руки бомбу и готов уже передать первому участнику. Слог в середине. Этот слог «УП», «СУП», «РУК». Поехали. Вот еще. То есть... Нет, никак. Нет, нет. А вот «САЛЬ» тогда получится. То есть в начале и в конце должны быть еще буквы. «ЗАП». Нет. «Группа». Группа. «Глупость». «Глупость». Отлично передаем. «Наталья». «РУПОР». «РУПОР». «РУПО». «ТУПЛО». Тогда уж «Глупец». 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 «Глупа». 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 Сложное задание. «Второй тур только всего лишь». «Мы не дойдем до третьего». «Лупа». «Лупа просто». «Лупа». «Конечно». «Так, Наталья, снова ваш выход. «УП» в середине. «Ну, если есть глупость, то можно сказать». «Глупость». «Да, почему нет?» «Меродично». «Меродично». «Ай». «Вот сейчас я чувствую, сидит вот какой-нибудь наш телезритель и прям кричит на телевизор». «Глупцы, думают». «Хочет подсказать». «Супруг». «Супруг был в начале, в начале, в начале, Миша». «Последние секунды». «Чувствую, а ты стопом поедешь скоро». «Да». «Честно, вот два дня ходил и думал, вспоминал вот всякие слоги и пытался все варианты проработать. Но «УП» у меня точно не попадался. И вот когда сказали в начале «УП», у меня даже в ноль, в ноль в самом начале, я даже не знаю, что еще сказать. Ладно, я вот одно слово вспомнил, но второе, к сожалению, не всплыло. Когда у нас что-то не получается сделать с первого раза, мы говорим «первый блин комом». То есть не получилось, скомкалось. Кстати, у неопытных хозяек, льющих тесто на неразогретую сковородку, первый блин действительно получается не очень красивым. Но происхождение пословицы на самом деле совсем иное, и звучит она в оригинале. «Первый блин комом». Да-да, именно так. А комы по-древнеславянски – это медведи. У многих народов существовал обычай отдавать первые блины медведям. У древних славян есть даже праздник «Комоедица», посвященный пробуждению этих зверей, которые считались прародителями людей. Вот и приносили хозяйке весной первые блины к берлоге медведей, ведь они после зимней спячки были очень голодными. Сегодня поговорка живет отдельно от своей истории, означая неуспех первого начинания. Давайте отлечемся немного от игры. Сейчас хочется поговорить вот о чем. Наверняка, я уверен, и у самого были такие ситуации, в путешествиях происходит очень много нестандартных вещей. Какие-то знакомства, может быть, курьезные моменты, яркие, смешные. Есть у нас история. На самом деле, одна из наших первых серьезных поездок за границу. Как раз со Светой Львиной. Были мы в Греции, были мы в Северной Греции, значит, ездили мы втроем с друзьями, и нас повезли на экскурсию в Салонике. Жили мы совсем в другом городе, приехали мы на экскурсию в Салонике, значит, нам все показали, все достопримечательности города, и потом оставили на полтора часа свободного времени. Говорят, ребят, ну, самое главное, встречаемся, автобус у нас стоит около Белой башни. Главная достопримечательность Салоника – Белая башня. Там стоит автобус. Там всегда собираются туристические автобусы, к ней можно выйти с любой точки города, она стоит прямо на набережной, всегда нужно идти к морю, и ты всегда увидишь Белую башню. Не пропустишь. Нам сказали, как она называется на греческом, на английском, как можно спросить, значит, про эту Белую башню, и с миром отпустили. Говорят, через полтора часа встречаемся. Через полтора часа мы встречаемся около автобуса, значит, все есть, сидим в автобусе, товарища нет. Значит, 15 минут нет, 20 минут, 30 минут нет. Я говорю, слушайте, ну, я не знаю, он не найдется, я говорю, потому что даже я не запомнила название города, в котором мы живем, а это час езды от Салоников, я говорю, он-то точно нет. Еще подождали, нет его, значит, попросили автобусы другие, чтобы они подобрали, если придет русский турист, потому что едут в этот же город. Уехали, званий нету, ну, думаем, что делать, ну, как бы в полицию, видимо, надо заявлять, потому что в Салонике как бы не один миллион человек живет. Проходит минут 20, друг наш приезжает на такси. Так, и рассказывает, да, какую-то историю. И рассказывает, да, и рассказывает. Мы говорим, ты что, как, почему ты на такси-то? Он говорит, я всех спрашивала, никто не знает, где Белая башня. Я говорю, ты как спрашиваешь? Он говорит, ну, как, подходил ко всем, говорил, Дуэспик Рашен, Белая башня? Он говорит, и никто не знает Салоника, где Белая башня. Ну, мы говорим, когда ехал-то? Это такая вот хорошая памятка всем, значит, путешественникам, когда приезжаете, фотографируете, обязательно свой отель, хоть на фотоаппарат, хоть на телефон, потому что он нашел таксиста, то есть нашел какую-то тетеньку, которая остановила ему таксиста. Он показал таксисту фотографию отеля, и тот согласился его отвезти. Никита, расскажи о своих курьезных ситуациях. Все самые лучшие воспоминания, они связаны с людьми, с гостеприимством, потому что на Кавказе, наверное, мы очень много семей, которые меня приняли в гости, буквально выцепляли меня с трассы, приглашали домой. А может быть, куда-то сворачивал не туда, потому что дорога это всегда вот... Да, вот зимовал в горах зимой. Подожди, ты ездил на велосипеде зимой по Кавказу? Ну да, 14 месяцев попал в зиму, да. И просто я поехал не в ту сторону, получается. Ну, там всегда лето, как бы. Да, получается, не поехал в ту сторону, а в силу своего характера я никогда не еду назад. И, в общем, я пошел через хребты на поролом, тащил велосипед уже на спине вместе с грузом. Ну, все-таки вышел по пути на меньше сопротивления, искал самый меньший угол спуска. И, соответственно, вот так по сугробам вышел. Суворов бы тобой гордился, я хочу тебе сказать. Это 100%. Так, еще, девушки, как у вас с историями? Ну, историй, конечно, много, как у всех, наверное. Но, наверное, самые запоминающие вещи случаются неожиданно, спонтанно, когда идешь по незнакомому городу. Я заблудилась в районе Амстердама, где американцы, темнокожие. И такой вот неблагополучный район, как по-американские фильмы смотришь, районы баскетбол играют. Вот там то же самое. Да, и машины такие, да? Почти то же самое. Паки горящие. Это было запоминающе неожиданно страшно, поэтому районы бывают разные, но такое вот яркое воспоминание. Оттуда быстрее хотелось выбраться, чтобы не найти себе приключений. Не нашли? Нет, слава богу, все обошлось. Зато адреналин какой. Просто я была не одна. Если бы я была одна, было бы страшнее. А дальше давайте просто играть. У нас был уже слог в начале, был в середине, и сейчас он перемещается в конец. В конец, все правильно. Итак, внимание, этот слог «ня» я начинаю, передаю бомбу «барыня». Стартуем. Да что такое? Все, через мягким знаком у меня. «Ня». «Ня». Ну да. Ну в спальню сразу вспоминай, что там? Ну сама и спальня. Да и есть. Баня. А в спальне еще на «ня»-то сколько всего? Да. У меня «да». Да. Ну на кровати. Родня. Ну на кровати родня, да. У меня кухня. Простыня. Вот. Дыня. Можно подсказывать, если есть. Рабыня. Рабыня. Вишня. Хочется, сейчас как раз сезон вишни. Яблоня. Да. Слюня. Ну вот у вишни есть тоже вот, но только покрупнее. Черешня. Да. А можно фигня сказать? Ну пожалуй нет. Мы за чистый русский язык. Все, ура! Да, она, видимо, уже готова проиграть. Смотрите на эти лица. Да, когда волнуешься, слова все пропадают. Нужно, наверное, свой словарный запас всегда развивать. Немножечко волнение, конечно, подводит. Вы едите по утрам гренки. А вот я ем гренки. Именно так правильно произносить это слово. Хотя и первый вариант уже признается современными словарями как допустимый. Но в словаре далее указано, что поджаренный, подсушенный хлеб – это гренок. Со временем это слово мужского рода приобрело форму женского рода и стало произноситься как гренка. Соответственно, и поменялось им на ужественное число гренок – гренки, гренка – гренки. Я напоминаю, что сегодня за звание человека с самым большим словарным запасом борются путешественники, туристы. Кстати, многие, я вот знаю таких людей, не выезжали дальше своего города, может быть, дальше вот республики, никуда. Просто потому что думают, что путешествовать – это дорого. Это большие затраты. Так ли это? Если вы хотите отдохнуть недорого, то нужно ехать в мае, например, в Турцию. Потому что в мае самые хорошие цены. Если отдыхать в Египте, то можно отдохнуть в конце ноября, начало декабря, до Нового года и после школьных каникулах. В туризме тоже это небольшой спад, и поэтому там всегда самые вкусные цены. В Таиланд, например, можно съездить начало октября, начало ноября, конец октября. Там хорошие цены. Или вне сезон, допустим, летом, когда в Таиланде сезон дождей, но он условно назван сезон дождей, так как там жарко-жарко-жарко, на 2 часа тропический ливень, и потом снова как в парилке. То есть для каждой страны есть такой период, где можно выгодно и недорого отдохнуть. Все зависит от страны, безусловно. Но в Европу зачастую чаще дешевле ездить, если ты сам бронируешь. Единственное исключение, наверное, это Чехия, потому что в Чехию по путевке обычно дешевле, чем самостоятельно. Тут вопрос того, что нужно планировать заранее. Потому что если вы не боитесь нескольких пересадок на самолете, то, естественно, авиаперелет будет намного дешевле, чем если ты летишь напрямую. Опять же, не каждый, наверное, будет путешествовать дикарем, потому что, ну, боязно многим. Кто-то язык не знает, да? То есть поскольку у меня свободное владение языком английским, то мне, в принципе, не страшно, я могу 55 пересадок сделать. А на отеле очень часто бывают скидки распродажи, если ты бронируешь. А где искать, где искать, где искать? Потому что, ну, это просто слова-слова. В интернете, ну, то есть, ну, смотри, есть поисковики, например, ну, то есть, я, условно, там, билеты в основном покупаю на jizo.ru. Ну, то есть, есть сайт-поисковик по всем билетам, который выдает максимально выгодные цены. Да, то есть, есть еще Mamonde, есть Anyday Anyway, ну, то есть, на любых из этих поисковиков можно посмотреть. Есть сайт Booking.com или iGlob, на которых можно бронировать отели. Да, соответственно, смотреть, какие сейчас выгодно, там часто бывают скидки. На экскурсии можно не ходить, можно распечатать дома какие-то или загрузить себе в планшет PDF-очки с тем, какие самые интересные достопримечательности. В принципе, любую страну можно обойти, там, любой город пешком и посмотреть основные какие-то части. Соответственно, ты не тратишь деньги на экскурсии, ты тратишь деньги только на проезд на общественном транспорте. Вот, поэтому, в принципе, ну, очень часто выходит бюджет. Ну, то есть, у нас некоторые путешествия, особенно, ну, например, там, Португалия, ну, раза в три мы сэкономили по сравнению с путевкой. Ну, а сейчас я надеюсь, что вы желаете выйти в финал, потому что у нас полуфинал. Останется только двое после этого тура, и сейчас наш слог будет плавающим. Он может быть как в начале, так в середине, так и в конце. Это слог фи. Фиалка. Финик. Финик. Кауфелин. Фикус. Профитроли. Ну, профитроли. Да. Финансы. Физкультура. Ну, ладно. Филолог. Допустим, ладно, хорошо. Пуфик. Пуфик. Фигура. Финансист. Отлично. Профи был? Да нет, не было. Профи. Профи. Фирма. Профиль. Профиль. Профилактика. Фитиль. Финт. Никто не подсказал. Финт. Фишка. Фишка. Диафильм. Философия. Философия. Рафинад. Рафинад. А-а-а-а. Наталья. Давайте, давайте, давайте. Все. На самом деле сложного ничего. Просто в тот момент, когда нужно вспомнить какое-то слово, нам совершенно ничего не приходит. И так вышло. Ничего страшного бывает. А знаете ли вы, что одна из самых известных русских сказок «Колобок» известна далеко за пределами России? С XIX века в мировой культуре самым популярным коллегой «Колобка» был американский пряничный или имбирный человечек. Сказка о нем впервые появилась в печати в 1875 году и с тех пор входит в число самых известных англо-саксонских историй. Кстати, американец тоже был съеден лисой. Согласно классификатору сюжетов, сказка относится к типу «убежавший блин». Этот простой сюжет породил и множество вариаций. Появились и новые прочтения. Например, в 1992 году была опубликована сказка под названием «Сырный человечек». В ней «Сырный человечек» бежит ото всех, думая, что его хотят съесть. Но на самом деле это остальные герои убегают от его ужасного запаха. Итак, у нас впереди последний тур, финал. В конце останется только один, сейчас вас двое, поэтому мы можем еще пообщаться, можем обменяться какими-то мнениями, историями, связанными с путешествиями. Наверняка, как все путешественники, привозите из своих странствий какие-то подарки. Ну, у меня на велосипеде ограниченный тоннаж. Если я буду возить с каждого города по магнитику, по кружке, тогда у меня просто все вещи придется выкинуть и возить вот только это. Наверное, я коллекционирую людей знакомства. Тоже хороший мир. Самое, наверное, главное, да, контакты в контактах, если так сказать. Вот. А магнитики только если подарят, а сам специально, целенаправленно я ничего не коллекционирую. Но вот сейчас в своем будущем путешествии я хочу коллекционировать футболки начать из разных стран. Ну, вот это, например, вот из Азербайджана футболка сейчас на мне. Ну, тоже подарили вот Федерация велоспорта Азербайджана. А так специально ничем не занимаюсь. Ну, как-то не до этого у меня бывает. Ну, расскажи про контакты тогда. Вот с кем действительно, может быть, переписываешься, общаешься? Да, ну, чаще созваниваемся, потому что в тех селах, в которых я бывал в гостях, там просто нет интернета. Приходится звонить, там бабушки, дедушки живут. Ты общаешься с ними? Да, ну, к сожалению, не так часто, как хочется, потому что роуминги, не роуминги, свои проблемы с этим. Но я думаю, может, лет через 10 я их навещу обязательно, сам приеду уже. Может, не на велосипеде, может, на мотоцикле, может, на машине уже со своей семьей, дай бог. И вот так буду посещать их, приветствовать. На самом деле, самое ценное, что мы привозим, это впечатления. Даже не только фотографии, а это впечатления и ощущения, да? Потому что кто-то великий сказал, что мы будем жалеть в конце жизни только о двух вещах, что мало любили и мало путешествовали. Я всегда во всех странах, я ищу типажи. Я привожу очень много фотографий прикольных, вот, интересных типажей таких местных. И вот их собираю, у меня есть отдельный прям альбомчик, где вот эти вот люди собраны. Перелись. Да, знаешь, как прикольно? Потому что там иногда такие дети очень какие-то прям яркие, там ребенок похожий на Тарзана, например, у нас был такой прям. Ну, иногда, когда вот находишь какие-то клевые реально сувениры, очень аутентичные, да, то есть не китайские, как это везде бывает. Иногда меня вот пробивает, я прям друзьям подбираю каждому свой сувенир, например, в Дублине, когда мы были в Ирландии. Вот у них все местного производства, у них огромные трехэтажные сувенирные магазины с очень клевыми вещами, типа разноцветные носки, например, оранжевые и белые, на которых написано, значит, на самих на них, что это странные носки, ну, и как бы odd socks. И, значит, к ним прилагается инструкция, написано, что эти носки нужно носить в дни проведения лотерей, значит, каких-то мероприятий они приносят удачу и являются счастливыми носками. Ты их носишь? Да. Всего не надела? Нет. Что бы это значило, Никита? Возможно, это твой шанс. Не надейтесь. Ну что ж, переходим к самому последнему заданию, на мой взгляд, самому сложному, хотя не факт, может быть, вы с ним справитесь очень быстро. Сейчас вам нужно будет не только вспоминать слова, а точнее не вспоминать слова на загаданный мной слог, мы переходим к словам аммонимом. Вы знаете, что такое слова аммонимы? Это слова, которые пишутся одинаково, но имеют разные значения. Например, коса, может быть, коса у девушки, коса в руках у крестьянина и еще и на волге. Сейчас минус один ты нам сразу, минус одно слово сейчас у нас прошу. Почему бы нет? Его можно, например, использовать, и использую его я прямо сейчас. Коса, поехали. Стартуем. Очки. Очки для зрения и командная щитка. Да, 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 конечно, передаем. Конь. Гимнастический снаряд и лошадь. Да. Так, Никита. Лук. Спортивный снаряд и растение. Норка. Животное и там, где живут. Животное живет. Ну ладно, замок. Замок, пускай будет. Замок. Замок, да, 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 да. Собачка на молнии и электронная почта. Угу. Плава, аммонимы. Сейчас наш телезритель примет легко. Ключ, пускай будет. Плаварь могут открыть. Ключ, да. Ключ. Мост стоматологический во рту и обычный. Угу. И снова Никита. Ну. Никита, Никита, Никита. Ради всех бабушек Северного Кавказа. Вспоминай. Пива. Пива. Да. Бюст. Бюст. В разных смыслах. Никита, Никита, Никита. Последние секунды. Вот сейчас, если он скажет, это будет подстава. Есть слово? Да. Никита, Никита. Никита. Последние секунды. К сожалению. Ну, я предполагал, что я выйду с Оксаной в финал. Но против нее, конечно, тягаться для меня бессмысленно. Потому что она мастер слова. Все-таки работа на радио, на телевидении подразумевает отличный лексикон. Вот. А я очень доволен. Игра очень хорошая. Мне понравилось. Конечно. Ну, проблем с чечением у меня нет. Стараюсь читать каждый день. Вот. А так все отлично. Спасибо вам большое. Ну что, пришло время наградить победителя нашей сегодняшней игры. Это Оксана Очкасова. Она не только заявила путешественник, который уже 25 стран посетила, но в том числе теперь официально победитель шоу «Наобум». Это очень круто, на самом деле. Это такой легкий адреналин хороший, который позволяет, опять же, развиваться. Да. У меня сейчас такой стимул к путешествиям в дальнейшем. И, кстати, вот кто хочет путешествия, слова вот так вот учить очень хорошо. На иностранном языке, например, играть в эту игру тоже будет очень клево. На русском бы сначала. Да, мне очень понравилось. В общем, это было супер. Моксана, я тебя поздравляю. Спасибо. Дай вашему твою туристическую руку. И вручу, во-первых, приглашение в соляную пещеру. Маленький отпуск. Да, маленький отпуск. Кислородный коктейль тоже включен. Дыши здоровьем. Живи здорово. Спасибо. Держи это тебе. И к тому же еще мы дарим тебе сертификат на необычный мастер-класс по правополушарному рисованию от компании «Бизнес Диалог». Это фирма, которая развивает и оценивает персонал, а также проводит семейные тренинги. Сотрудники организации учатся грамотно писать зловые письма, вести переговоры, общаться с посетителями, как того требуют современные стандарты клиентоориентированных компаний. А вот тренинги для родителей с детьми, тренинги по управлению временем, хорошим манерам, публичным выступлением. Компания «Бизнес Диалог», современные арт-технологии, интерактивные формы развития интеллекта и профессионализма. Выбирайте программу на сайте и обучайтесь с удовольствием. Писатель Константин Паустовский сказал, «Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов». Смотрите игровое шоу «Наобум» и пополняйте свой словарный запас множеством хороших слов. Меня зовут Михаил Морозов. Увидимся на национальном телевидении «Чуваши». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok